Во время выступления перед населением Акимгорода рассказал об итогах работы, проделанной в 2022 году, а также знакомил присутствующих с планами на текущий год. Жители также задавали вопросы и рассказывали о наиболее важных проблемах данных населенных пунктов, среди которых предстоящие паводки, отлов бродячих собак, запуск дополнительных маршрутов автобусов, асфальтирование улицы Кирпичной и другие. Несколько вопросов есть, которые... Проблема мусора, вода, колонка, освещение. Перед этого поворота направо, когда перед магазином заезжаешь, у нас скопление воды. У нас там вообще проехать или пройти невозможно. Сейчас вот потом воды идет у нас на нашей улице, вот честно. Давайте мы сперва вам сделаем колонки, потом рассмотрим вариант, возможно ли провести. Потому что есть водопотребление, вы сами понимаете. Если он идет на дно кому, это значит должно один диаметр трубы быть. Так понимаю, да? Если сейчас мы будем каждый дом проводить, соответственно, там, скорее всего, надо будет полностью трубу менять. Это так же? Да. Для этого нужна проектно-смертная документация. Я вот сейчас распорядился, чтобы исполняющий обязанность начальника ЖКК все это рассмотрит, мне доложатся, и мы придем к выводу. Многие дома старой постройки в прямом смысле слова ушли под землю и находятся в аварийном состоянии. Во многих старых домах окна выглядывают из-под земли. У жителей поселка Жуламан на руках готовые заявления. Наша ситуация очень сложная. Вы, наверное, видели состояние поселка Жуламан. Пятый, шестой, четвертый, третий, второй. Дома находятся в аварийном состоянии. Вот снег тает сейчас. Вода течет с крыши. Дома ушли под землю. Даже ремонту не подлежат. Мы, конечно, хотим сделать ремонт, но это невозможно. У соседей, возможно, нет средств. Они не дадут нам разрешения. Мы зависим от них. Через аварийное ветхое жилье, это должно сноситься. Для этого надо или строить, или будем отрабатывать, может быть, выделять дополнительные где-то участки, будем смотреть. Но это будет после того, как мы оценку сделаем этих домов. Если действительно экспертная организация признает. Еще одна проблема, которая беспокоит жителей, это плохое качество дорог и отсутствие контейнеров для мусоров. У нас сейчас дети в школу пошли, от тайны сейчас снега идет. Там вообще невозможно ходить. Это улица какие? Это улица 2, 3, 4 жилом Антонка. За школой вот здесь вообще ямы. У нас есть молодой человек, есть Самат Баирбаев. Он в прошлом году за свой счет 50% он сделал. Ямы закрыл, сколько он смог. Но у него тоже 9 детей. Он тоже не может всю жилом Антонку закрыть. И по мусору тоже мы хотели бы, чтобы нам поставили контейнера. Доклад нельзя дать, доклад дать. Я ведь в докладе говорил, что асфальт будет проложен по всем дорогам, ведущим в школы. Будет сделан тротуар. Будет уделяться особое внимание именно этим дорогам. На улицах Цветочная, Школьная будет проведен текущий ремонт дорожного полотна. Повторный текущий ремонт будет проведен на грядированных улицах номер 2 Школьная и Рехтика. В районе поселка Холодный Ключ за улицей номер 2 Школьная будет установлено снегозадерживающее ограждение протяженностью 50 метров. Также в поселке Холодный Ключ будет установлено 13 мусорных контейнеров. Еще столько же в поселке Жоломан и улице Кирпичный. Талшин Шекртхан, Ержан Макзумов, Телеканал Семей.